здравствуйте меня зовут федор васильев в одном из прошлых видео я своим зрителям открыл новые технологии а именно pwa прогрессивное в приложении для jumbo после этого сразу у меня возникла мысль что такое обязательно нужно рассказать и обладателем движка wordpress есть ли плагин бесплатный или платный что-то похожее что была возможность с нашего сайта устанавливать приложение на рабочий стол или мобильное приложение на наш смартфон чтобы быстро получать доступ сайту я рассмотрел одно из плагинов для wordpress и в этом видео мы посмотрим и разберем настройки бесплатной версии плагина прогрессивного в приложении давайте взглянем на данный плагин для тех кто совсем не в курсе давайте сначала взглянем что дает новый плагин прогрессивного приложения сокращенно pwa у меня уже на сайте на моем тестом сайте wordpress установлен данный плагин и посмотрим сначала на компьютерах что происходит с сайтом крыл я сайт через браузер chrome а то есть это приложение работает не во всех браузерах когда этот плагин установлен и настроен на компьютерной версии в браузере chrome появляется вот такая маленькая иконочка неприметная то есть на нее надо нажать прежде чем появится вот такое вот окно где будет ваш тайтл ваш логотип и кнопка открыта есть мы сейчас посмотрим сразу как он работает а уже после разберем настройки где его скачать и так далее у меня была возможность протестировать на компьютере в браузерах chrome opera mozilla firefox яндекс браузер и новый браузер от windows microsoft edge везде работает кроме опера то есть это уже зависимости наверное от самого браузера еще браузер сафари у меня такого браузера нет это больше предпочтительные скорее всего техники apple то есть такой техники у меня нет и протестировать естественно я там не могу то есть во всех принципе современных браузерах работает кроме оперы то есть имеется ввиду на компьютере вот этой вот иконки я даже не нашел в опере чтобы вот так вот я мог открыть вот такое вот окно и теперь что дает это окно на самом деле это устанавливается приложение на компьютер если человек нажмет на кнопку открыть что это дает ему дальше это дает ему не потерять ваш сайт вдруг этот сайт ему потом понадобится ну то есть ваш сайт понравился да и чтобы не потерять почему бы на рабочий стол не создать автоматический ярлык по которому будет открываться сайт это не просто будет ярлык на рабочем столе это прям приложение для компьютеров и то же самое можно приложение с сайта установить для смартфонов чуть позже рассмотрим то есть человек нажимает на кнопку открыть и вы видите автоматически у меня открывается сайт тот же самый сайт только это он открыт сейчас не в браузере а прям в приложении видно это что вот шапка синяя видите не похожи на один браузер то есть это реальное приложение тоже тоже есть кнопки управления, то есть свернуть, сделать на весь экран, закрыть другие кнопки управления. Давайте я закрою данное приложение. На компьютере это будет выглядеть так. На рабочем столе будет помещен значок «Открыть приложение», то есть как обычная программка. Вот это, естественно, мой логотип. Я уже его загрузил с вашим текстом, ваш главный тайтл, например. Я считаю это очень удобно для ваших пользователей, чтобы человек мог открывать ваш сайт через приложение. Во-первых, он уже его никуда не потеряет. Двойным кликом, как обычная программа, запускается приложение с вашим сайтом. Давайте теперь заглянем, как обстоят дела на смартфоне, на Android-устройствах. На своем смартфоне-устройстве я открываю браузер Chrome. Как здесь это выглядит? На смартфоне выглядит все поинтереснее, так как здесь человек увидит реально внизу всплывающую вот такую вот подложку с вашим логотипом, с вашим тайтлом, и он сам решит, как бы, да, нужно ему это устанавливать приложение с вашего сайта на свой смартфон, чтобы быстро получать доступ к вашему сайту, то есть минуя браузер, да, прямо через приложение. То есть по факту это реальное приложение, как приложение, если бы он скачал с Google Play. Только наше приложение не нужно загружать в Google Play, у нас наше приложение устанавливается и скачивается прямо с нашего сайта. Давайте посмотрим, как это работает на смартфоне. Естественно, когда человек установил приложение, больше ему не будет всплывать такое уведомление снизу, если вдруг он зайдет вновь на ваш сайт уже через браузер. Протестировал это в двух браузерах на смартфоне. Естественно, в Chrome это работает, на встроенном браузере, не знаю, как он называется, именно в Android. Там у меня один раз я увидел всплывание этого окна. Давайте попробуем его установить. Нажимаем на эту подложку снизу, всплывает окно и нажимаем здесь установить приложение. Если мы посмотрим, опустим шторку, мы увидим, что наше приложение установилось. Давайте я закрою браузер. Мое приложение с моим логотипом и по клику по данному приложению, с нашим брендом, с нашей заливкой, с нашим текстом, видите, открывается тот же самый сайт. Только мы сейчас попали на наш сайт через приложение. Самое интересное, я тестировал приложение на WordPress там, где установлен меня WooCommerce, это интернет-магазин на WordPress. И мне стало интересно, а я смогу ли сделать заказ, положить в корзину, оформить вообще заказ на этом сайте, не через браузер, а через приложение. Получится ли, чтобы заказ сработал? И это работает действительно. Смотрите, давайте попробуем. Выбираю стул. Чтобы быстро оформить заказ, я попробую воспользоваться, купить в один клик. Кнопкой нажимаю. Заполним быстренько данные. Все данные заполнили. Нажимаю отправить. То есть сейчас я совершаю заказ через приложение. То есть у меня тут, естественно, все настроено. Я должен на email получить уведомление, как администратор сайта, что кто-то купил товар с моего сайта. То есть сейчас я это делаю именно через приложение. То есть независимость от того, какие плагины вы используете на WordPress, это работает с этим плагином PWA. Откроем почту и увидим с вами, что новый заказ создан. Вот он, новый заказ. И действительно, через приложение можно даже использовать с WooCommerce данный плагин. Соответственно, также, если приложение больше не понадобится, это можно удалить, удерживая пальцем приложение. Нажать удалить. Удалить приложение. Теперь давайте взглянем, какой плагин я нашел, настроил. По такой технологии несколько вариантов существуют для WordPress. Давайте посмотрим. Перейдем в плагин и добавить новый. В поле поиска плагинов. Можете сокращенно вбить PWA и увидеть на самом деле несколько вариантов. Я рассмотрел только один. И когда я его рассматривал, я отталкивался от того, сколько здесь отзывов. Вот этот плагин. Увидел рейтинг, увидел 50 тысяч активных установок и решил его попробовать. И он, в принципе, подошел. Вот этот плагин имеет как бесплатную, так и платную версию. Сейчас разберем, какие опции есть бесплатные, какие платные. Естественно, у меня бесплатная версия, платной у меня нет. Если бы у меня была платная, я бы, конечно, рассказал и о платных функциях. Вот его логотип. Вы можете просто его увидеть здесь. Нажать, установить и активировать. Вы видите, что у меня он уже активен. И давайте на него взглянем. Как только мы его активировали, он находится вот здесь. Переходим сюда. Настройка. Настройок здесь немного и настраивается достаточно быстро. Одно из моментов, вот внизу статус, у вас должен быть обязательно HTTP протокол. То есть ваш сайт должен работать по такому протоколу. Подключен должен быть SSL. Это вот этот маленький замочек. На хостинге это обычно устанавливается. Если у вас HTTP нету, HTTPS, то это приложение, скорее всего, работать не будет. И давайте пробежимся по настройкам. Название приложения это главный ваш тайтл, главный ключевой запрос, тот текст, который будет под логотипом вашего приложения. То есть значок на рабочем столе будет устанавливаться и внизу под значком будет текст. Здесь вы это прописываете. Также сокращенное название. Можно то же самое здесь написать. Например, здесь я пишу школу Федора Васильева. Здесь тоже могу то же самое написать. Описание. Иконка. Здесь вот показано, что надо подготовить иконку 192 на 192 пикселя. И здесь загружайте ее в Media. Выбирайте ее здесь, чтобы она здесь подгрузилась. Также иконка нужна здесь уже 512 на 512. Также загружайте. То есть заранее подготовьте иконку и загрузите. Цвет фона. Цвет фона я выбираю синий. Это когда приложение загружается, чтобы был цвет сначала, прежде чем приложение загрузится. Я просто выбрал цвет именно тот, который я использую на своем сайте. Дальше стартовая страница. Homepage. То есть главная страница, которая будет открываться в приложении. Но здесь можете выбрать. Также можно указать страницу, когда устройство находится в оффлайн режиме. Следующая опция позволяет нам выбрать ориентацию портрет альбом. Я оставляю по умолчанию вот этот вариант. Display. То есть это интересный момент. Давайте вот здесь кликнем на ссылку, чтобы посмотреть. Можно сделать так, чтобы у вас сайт открывался без вот этой верхней подложки на смартфоне, где показан уровень заряда батареи, там время, телефон, сигнал интернета. И внизу есть подложка. Вот, например, видите, fullscreen, то есть в полный размер, в приложении. Чтобы отображался ваш сайт. Это сможется эффектно. Поэтому я бы здесь выбрал fullscreen. И кнопка есть сохранить настройки. После того, как вы сделали все настройки, есть кнопка GoPro перейти на Pro-версию. Вы можете просто кликнуть и посмотреть разницу и цены. Но давайте мы сейчас к этому вернемся. Здесь есть еще одна вкладка, если мы сюда перейдем. Далее здесь говорится, что укажите страницу, которая будет загружаться при запуске ярлыка приложения. Я оставляю вот этот Select Page без изменения. Есть поддержка Яндекс. Яндекс. Саппорт можно поставить. Не совсем понятно, что за поддержка. Я пробовал открывать через Яндекс.Браузер с компьютера без включенного чекбокса. Все равно в браузере Яндекс. Есть возможность увидеть окно установки приложения с сайта. Возможно, это поддержка именно в браузере Яндекс.Мобильного браузера. Не совсем этот момент понятен. Оффлайн аналитик. То есть какая-то некая оффлайн аналитика тоже здесь, возможно, собирается какая-то аналитика. То есть я так глубоко в это приложение здесь не вникал. То есть мы, по сути, настроили с вами базовый функционал, чтобы это работало на компьютере. То есть уже с вашего сайта будут устанавливаться, будет возможность установить приложение. И также с вашего смартфона уже будет возможность установить приложение без каких-то ограничений. Теперь давайте посмотрим. то есть если мы кликаем вот сюда мы видим наши настройки если мы кликнем addons здесь есть интересные моменты вот там где написано активировать сразу да и детали это у нас бесплатные дополнительные возможности то есть можно подцепить сюда отслеживание через youtube метки честно говоря я это не смотрел но это можно при желании разобрать на рабочем сайте да также здесь есть возможность бесплатно установить поддержку ios устройств здесь тоже для меня это далеко у меня ни одного устройства нет то есть мне даже негде протестировать поэтому здесь я это даже не затрагиваю дальше кешинг кеширование приложения вот это бы желательно установить я так понимаю это будет еще быстрее на загружаться то есть это надо аддон установить и настроить также есть ведь апгрейта про некоторые приложения доступны в про версии также есть call to action призыв к действию тоже платная версия и самое интересное здесь из всего это android apk генератор тоже доступно если перейдем в про версию я даже залез на страницу разработчика где идет обсуждение данного дополнения это плагин вот этот pw я он дает возможность и сгенерировать файл apk с расширением apk кто не знает все приложения для android которые вы скачиваете с play маркета они имеют расширение apk то есть что это дает вы если придете на про версию данного плагина вы можете без знания кода сгенерировать через этот плагин приложение apk и впоследствии это приложение загрузить в play market то есть вы еще будете иметь дополнительный трафик дополнительных клиентов пользователей еще через поисковик google play то есть ваше приложение реально будут находить через play market google и устанавливать его на свое устройство то есть это будет по сути то же самое что мы сейчас устанавливали с сайта приложения но только это еще будет приложение залито в play market то есть получается захватим как бы трафик еще с площадке google именно с play маркета я действительно убедился в этом прочитав отзывы и вопросы других пользователей которые писали этим разработчикам что это действительно так работает но я вам сразу скажу из опыта где-то год назад я поднимал этот вопрос для своего сайта и сразу хочу сказать если вы там зарегистрируетесь просто так бесплатно вы не можете загрузить ни одно приложение в play market я заплатил 25 долларов это единоразовая плата который нужно внести при регистрации чтобы вы могли загружать там неограниченное количество приложений именно вы платите гуглу платите в google play market 25 долларов то есть бесплатно это сделать нельзя то есть получается вам здесь придется купить плагин чтобы использовать этот аддон если вам нужно генератор вот такой вот и плюс еще в google надо будет заплатить 25 долларов и я вам хочу сказать по заголовку я искал отдельно возможно какой-то плагин для wordpress ничего похожего я найти не смог только в этом плагине есть такая возможность генератора apk файла и даже для платформы joomla в репозитории каталога joomla я искал возможно для joomla для другой платформы до другой cms вот такой вот генератор там даже нету близко ни одного варианта ни одной возможности какого-то плагина или расширение чтобы можно было генерировать двое для своего сайта приложение для play market а формате apk то есть этот только здесь можно сказать эксклюзив в этом плагине соответственно перейдя апгрейта про вы можете посмотреть что входит и цены ну не дешево скажем так да здесь надо опять же перевести видно что на три сайта 120 долларов 129 долларов на один год обновление потом продлевать придется подписку и у них есть безлимитное без ограничений пожизненно купил на всю жизнь будет получать обновление за 1000 долларов практически 1000 долларов безумно дорого принципе мы с вами этот плагин разобрали если вам нужно только на сайте что была возможность установить приложение на android или с компьютера установить приложение на компьютер то тут бесплатной версии вам достаточно вы видели я вам показал эти настройки это работает если конечно вам нужны очень сильно какие-то здесь про функции то придется их здесь докупать лично мне больше всего заинтересовала вот этот android генератор да то есть возможность сразу убить так сказать двух зайцев создав себе приложение прям для play market а чтобы она была туда прям загружены через поиск play market вас могли находить ваше приложение